Рекомендую вам приобрести вот такой рулон. Это клеевая бумажная лента. Внутри находится клейкая паутина. Сверху бумага, которая удаляется после того как паутинка приклеена горячим утюгом. Предположим, мы хотим вырезать вырез горловины. Это может быть спроима, это может быть вырез горловины, это может быть нижний край, это может быть абсолютно все что угодно. Для любых тонких обработок мы будем использовать эту бумажную ленту. На контур, который собираемся резать, наклеиваем нашу ленту. Она легко приклеивается. После того как лента приклеена дайте ей остыть. Отделяем бумагу. Обратите внимание, ваше полотно покрылось тонким-тонким слоем клея. Я могу совершенно спокойно теперь вырезать свою гравину. Лента хорошо держит край нашего крупного ажурного рисунка. Сейчас мы с вами выполним обработку предполагаемой горловины косой бейкой. Для этого нам понадобится готовая косая бейка. Такую бейку вы можете приобрести в любом магазине для шитья. Предположим, если здесь у нас лицевая сторона. Косую бейку укладываем. Вот линия сгиба. Сразу хочу сказать, что если вдруг у вас ваша бейка помялась, вот как у меня сейчас, ее ни в коем случае нельзя гладить. Иначе такую бейку останется только просто выбросить. Даже если она помялась, ничего страшного. У нее есть заводская складка, которую хорошо видно. Подводим нашу бейку. Вводим иглу. Шьем бейку с шириной стежка 2-2,5 и не больше. Очень важно при притачивании бейки следовать нескольким правилам. Во-первых, ни в коем случае не тяните бейку. Не растягивайте ее, иначе она лежит некрасиво. Только слегка ее направляем. Начинаем шить, не заходя иглой дальше этой линии. Можно ближе, но ни в коем случае не дальше. Обратите внимание, моя клейкая лента отлично выполняет свою функцию. Моя горловина не распадается. Удерживаем бейку на расстоянии не больше трех сантиметров от лапки. Помня о том, что горловина идет на полукруг. И мы постоянно выполняем этот полукруг. Для трикотажа я использую длину стежка 2. Не натягивайте ни бейку, ни горловину. Итак, наша бейка закреплена. И вот так это выглядит по изнаночной стороне. Складываем бейку пополам. Если вам кажется, что будет лучше загладить, ни в коем случае этого не делайте. Косые бейки можно усужить только после того, как они полностью пришиты к изделию. Качественно пришитая бейка должна быть притачена четко в край. С учетом того, что это вырез горловины, мы не можем удерживать его попрямую. Такими же мелкими стежками начинаем притачивать нашу бейку. Конечно же, цвет нити должен соответствовать. И именно соответствовать не изделию, а бейке, которую вы притачиваете. Спешить здесь никуда не надо. И вы видите, да, я потихоньку, если это горловина, и она вкруговую должна идти, очень важно, чтобы мы ее с вами вкруговую ввели. Возле лапки расстояние может быть по прямой не более трех сантиметров. Посмотрите, вот такую красоту мы с вами получили. Очень тонко. И если вам понравилась такая горловина, если вам понравилась такая обработка, ее возможность сделать только в случае использования нашей волшебной клейкой ленты бумаги. Кто-то из вас, например, задумается, почему же под атласную бейку я вам не рекомендую использовать оверлочную обработку. Потому что после разутюживания на тонком атласе будет видна каждая нитка оверлока. Она будет проступать. Все эти вещи стоят очень недорого, но зато очень помогают в работе. Вы сможете готовые ленты использовать и с помощью вот таких специальных прищепок зажимов. Для этого укладываем наше полотно в готовую ленту. Ленту ни в коем случае не тянем. Закрепляем ее периодически прищепками. Складываем пополам. Булавки, как вы понимаете, при таком полотне не пройдут. Они просто не будут держаться и в них нет никакого смысла. И постепенно по кругу закрепляем. Приточав одну часть бейки, если у вас недостаточно булавок, можно перейти на другую. Главное правило не растягиваем ни саму округлость, ни бейку. Если вы не будете тянуть косую бейку, после притачивания и разутюживания она примет нужную форму. За исключением, конечно, углов. Опять же, в самый край притачиваем нашу бейку, постепенно убирая прищепки. И точно так же притачиваем край в край. Здесь я уже использую трикотажную лапку. Более легкий способ первый, который я вам показывала. Я вам настоятельно рекомендую начать именно с него. И прежде чем вы испортите ваше первое платье с бейкой, не поленитесь связать длинный образец для того, чтобы оттренировать на нем ваши навыки. Мы здесь можем использовать еще тройную трикотажную строчку. Такая строчка будет лучше держать ваш трикотаж. Она немножко напоминает шов назад иголку. Таким образом можно оформить не только вырез горловины, не только линии пройма, но и линию низа, карманы, любые отделки, а также воротники на ваших вязаных изделиях. У кого нет такой ленты, можно ли без нее обойтись и использовать тот же самый способ? В общем-то тоже можно. И я вам сейчас покажу, какой это будет способ. Мы с вами возьмем вот этот край, который у нас уже есть. Выполним на нем любую округлость, которая нам нравится. Прежде чем резать, нужно обязательно прострочить. Прокладываем строчку. Обязательно тройную. Вот она моя нить. И теперь мы по ней будем вырезать. Почему не под оверлок? Потому что к этому краю я хочу приточать узкую атласную косую бейку. Под оверлок она не ляжет, не позволит высота оверлочной строчки. Кроме того, на тонкой атласной бейке оверлочная строчка после проутюживания будет очень сильно видна и будет огрублять горловину. Аккуратно над строчкой. Строчка у меня тройная, трикотажная. Выполнили надрез. Здесь сейчас, пока вместо клейкой ленты у вас удерживает ваша тройная строчка. Вот эта сторона у вас будет с лица. Подводим под лапку. Строчку прокладываем либо строго по линии сгиба, либо чуть выше линии сгиба. Никак не нежи. Иначе ваша бейка будет пришита неправильно. Не вытягиваем ни ткань, ни бейку. Очень удобно в данном случае прозрачная лапка. Вы хорошо видите, куда вы направляете бейку. И как проходит ваша строчка. Также очень удобно это делать верхним транспортером. Бейка притачена к изнаночной стороне. Ваша линия сгиба не тронута. Вот она сама по себе сгибается. Бейку складываем. Подводим под лапку. Опускаем иглу. Убеждаемся в том, что игла попадает четко в край. Бейку укладываем. Складываем пополам. Опять же я сейчас использую тройной стежок. Но сейчас вы вполне можете перейти с тройного стежка на обычную строчку. Длина стежка все та же 2. Бейка красиво притачена тогда, когда она притачена мелкими стежками. Не растягиваем край. Бейку не выравниваем. Горловину не выравниваем. Как идет она по кругу, так и шьем по кругу. Полотно потихоньку разворачиваем. Спешить здесь не надо. Нужна внимательность и точность. Снова мы получили идеальную обработку края. И вот посмотрите. Вот наша волна, которая после разутюживания вообще ляжет идеально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok